15 октября в Костроме в Белом зале Дворянского собрания состоялась церемония вступления в должность высшего должностного лица региона, избранного губернатора Костромской области Сергея Ситникова. В зале собрались представители Федерального собрания Российской Федерации, депутаты Костромской областной думы, главы муниципальных образований, почетные граждане Костромской области, руководители предприятий, организаций, общественных объединений и религиозных конфессий. Центральным моментом церемонии стало принесение присяги. Клянусь верно служить населению области, добросовестно и честно выполнять высокие обязанности губернатора Костромской области, уважать защищать права и свободу человека и гражданина, строго соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральное законодательство, устав, основной закон Костромской области и законодательство Костромской области. Полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Александр Беглов высоко оценил деятельность руководителя региона Сергея Ситникова и команды администрации в развитии экономики, введении социальной политики и индустриализации области. После этого была зачитана телеграмма от президента Владимира Путина. Уважаемый Сергей Константинович, поздравляю вас с официальным вступлением в должность губернатора Костромской области. Вам предстоит серьезная и ответственная работа, направленная на комплексное развитие региона, его экономики и социальной сферы. И, конечно, в центре вашего внимания должны быть вопросы повышения качества жизни людей, эффективное решение тех проблем, которые волнуют граждан. Желаю успехов и всего самого доброго. Президент Российской Федерации Владимир Путин. Итоги прошедших выборов убедительно подтверждают высокую оценку избирателями ваших усилий по развитию региона, раскрытие его экономического и инвестиционного интеллектуального потенциала. За годы вашего руководства в Костромской области успешно реализовывались стратегические инициативы президента Российской Федерации, направленные на повышение уровня и качества жизни людей. В президентских майских указах в концентрированном виде собраны все основные проблемные вопросы и ожидания людей в демографии, социальной политике, здравоохранении. Реализуются эти программы, вы обеспечиваете защиту самых актуальных потребностей жителей региона. Одним из самых важных результатов вашей работы стало улучшение в социально-экономической сфере последних лет. На выборах 13 сентября Сергей Ситников уверенно обошел своих конкурентов и заручился поддержкой почти 66% избирателей. Подобная безоговорочная победа – первый случай в истории региона, когда выборы ограничились одним туром. В прежние годы претендентам не удавалось набрать 50% голосов избирателей, поэтому выборы приходилось проводить повторно. Костромичи поверили вам. Они ощутили реальные результаты вашей работы и работы вашей команды. В непростых условиях вам, как руководителю региона, удалось сохранить экономический рост. И мы почувствовали, что Костромская область привлекательна для инвесторов благодаря активной, грамотной инвестиционной политике. Костромичи почувствовали реальные изменения в системе здравоохранения, повысились качество и доступность медицинских услуг. К нам поехали доктора из других регионов. Решается кадровая проблема врачей-специалистов. В области идут масштабные работы по ремонту дорог и улиц. Костромская область является лидером по жилищному строительству в Центральном федеральном округе. Продолжается газификация региона. Создаются дополнительные места в дошкольных образовательных учреждениях. И этот перечень можно долго продолжать. Очень рад, что Костромичи сделали такой выбор, который близок и моему сердцу. Поведуя слова Священного Писания, что власти от Бога установлены, и начальники есть Божий слуга на доброе, Церковь видит в государственной службе особую благословенную Богом деятельность. И, конечно, я поздравляю вас, хочу пожелать вам, чтобы Божье благословение пребывало и на ваших трудах, которые вам предстоят как губернатору Костромского края. Последние годы были очень непростыми. Тем не менее, наши земляки прожили их достойно. За несколько лет вашего правления наш регион пришел от тактики выживания к стратегии развития. Каждый муниципалитет был нацелен на увеличение показателей экономической и социальной сферы, обеспечения достойного уровня жизни населения. Все это стало возможным благодаря мудрым и эффективным подходам к руководству. Вы проявили себя высокопрофессиональным современным руководителем. Уберем, что ваш труд будет направлен на гармоничное развитие региона. Важно сейчас сохранить достигнутый и придать новый импульс экономике и социальности области. Главы муниципалитетов станут вам надежной опорой во всех ваших начинаниях на благо Костромского региона и его жителей. От всего сердца желаем вам надежных друзей, блестящих побед и реализации намеченных планов, неистекаемой энергии и новых идей. Сергей Ситников родился и учился в Костроме. Много лет работал в различных средствах массовой информации и на руководящих должностях. Сергей Константинович награжден Орденом Дружбы, медалями Ордена за заслуги перед Отечеством 1-й и 2-й степени, почетной грамотой Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, поощрен благодарностью президента, имеет классный чин Государственной гражданской службы России, действительного государственного советника Российской Федерации 2-го класса. Сергей Ситников поблагодарил жителей региона за оказанное доверие и избрание на должность губернатора и отметил, что главные принципы, которыми будет руководствоваться в своей работе – это патриотизм, надежность и развитие. Вступая в должность губернатора Костромской области, понимаю всю ответственность перед Костромским краем, перед его жителями. Благополучие земляков, развитие региона всегда будет для меня превыше всего. Костромская область – это мой родной дом, в котором я вырос, учился, делал первые шаги в профессии. Я очень хорошо знаю проблемы нашей области и знаю пути их разрешения. Искренне благодарю жителей Костромской области за оказанное мне огромное доверие, за помощь, за понимание. Именно ваша поддержка помогает решать самые трудные задачи – преодолевать серьезные испытания. Я постараюсь сделать все, чтобы оправдать это доверие. Хочу, чтобы Костромская земля процветала, чтобы здесь было комфортно жить и трудиться. Вместе мы продолжим все наши начатые преобразования.